Продолжение следует... Продолжение следует... И Арбели, будучи его учеником, он постоянно подчеркивал преемственности этих исследований, которые получили дальнейшее исследование, дальнейшее развитие под его руководством. Сначала мне хотелось бы остановиться на тех вопросах, которым Арбели передавало особое значение, те вопросы, которые он считал наиболее важными, наиболее актуальными в изучении этой проблемы. Здесь на слайде у меня представлена цитата из его лекции на курсах усовершенствования врачей, которую он посчитал в 1904 году, где он раскрывает физиологический смысл, физиологическую значимость этого явления. Он говорит о том, что боль является сигналом, симптомом различных болезненных состояний. Затем она является результатом раздражения, переходящих уже определенную интенсивность и оказывающих разрушительные действия. Таким образом, с одной стороны, мы можем рассматривать боль и рассматриваем ее как сигнал опасности для организма, а с другой стороны, как защитное приспособление, вызывающее специальные защитные рефлексы и реакции. Это понимание боли лежит в основе всех его исследований. Итак, какие вопросы он считал более важными? В некоторых из них мы достигли определенного прогресса, и они для нас уже очевидны, а некоторые из них по сей день звучат очень современно. Альбин считал, прежде всего, что необходимо выяснить вопрос о том, является ли боль самостоятельным ощущением, или же это эффект действия раздражителя определенной силы, который осуществляется независимо от модальности этого раздражителя. В настоящее время хорошо известно, что боль является самостоятельным видом чувствительности с определенными проводниками и представительством в центральной нервной системе. И хотя Арбеля считал на тот момент, что этот вопрос недостаточно объяснен, он все же поддерживался этой точки зрения, что видно по его исследованиям. Второй аспект этой проблемы, к которой он уделял большое внимание, был связан с выяснением вопроса о том, в какой мере болевые ощущения могут отражать патологические изменения в организме, и в какой степени локализация боли может соответствовать месту поражения. Мы знаем, что это далеко не всегда очевидно, далеко не всегда совпадает место ощущения, место локализации боли и места поражения. При патологии внутренних органов лисцеральная боль может иррадиировать, отражаться в соматические участки тела. Эти зоны отражения были описаны геном. И заслуга Арбеля состоит в том, что он попытался объяснить происхождение этой неправильно локализованной боли, о которой он говорил. Он предполагал, что при патологии, наряду с возбуждением рецепторов внутреннего органа, происходит активация симпатических волокон, возбуждение от которых распространяется по направлению к центру и может достигать болевых рецепторов, и в этом случае проявляются зоны гиперогезии. И, наконец, еще один вопрос, который был для него тоже очень важен. Этот вопрос был связан с объяснением, изучением последствий действия болевых раздражителей. Почему именно этот вопрос был для него так важен? Он писал, что боль действует на весь организм в целом. Нужно рассматривать ее влияние на все жизненно важные органы, поскольку она может вызывать такие изделия, которые в многих случаях могут приобрести такое величину и такое количественное значение, что делается причиной вторичных болезненных явлений. Я часто привожу цитаты из Арбели, поскольку это заслуживает того, потому что это все изложено так точно и таким художественным языком, что просто невозможно на этом остановиться. И он часто подчеркивает, что исследования фокусируются на изучении защитных реакций, но при этом стороне остается изучение эффектов, сопутствующих этим реакциям, что между тем очень важно для понимания механизмов формирования болевого ощущения. Поэтому Арбели и ученики исследовали влияние эмоциоцептивных раздражений. Действительно весь организм в целом изучалось влияние болевых стимулов на пищеварительные железы, на работу почки, на работу мышечной системы, на активность центральной эмоциоцептивной системы, на пороге восприятия органов чувств. То есть очень большой спектр исследований был проведен Арбели и учениками. Ложный вывод, который был сделан в результате этих исследований, был связан с тем, что для проявления этих эффектов большое значение имеет рефлекторная секреция гипофиза. Это было новое, что было выявлено в тот период, когда еще знания о эндокринной системе и его функциях были не столь обширны, как в настоящий момент. Таким образом, эти результаты свидетельствовали об увлечении гормональных механизмов в регуляцию болевой чувствительности. Эта проблема гормональной регуляции боли актуальна и по сей день. И нам хотелось бы поделиться результатами исследований, которые были сделаны в настоящее время, и при этом продемонстрировать их тесную связь с теми представлениями, теми, которые излагались еще на главном арбеле в его работах и, можно сказать, получая дальнейшее развитие. Известно, что одной из систем, обеспечивающих адаптацию организма к неблагоприятным условиям среды, является гипоталамеропозазарно-адренокотеканалная система. Здесь показаны ее строения. Центральной развернением являются коррепродуцирующие нейроны гипоталамуса, кортикотерапин-лизинг-фактор через коррепродуцирующие первого типа, локализованный в передней доле депофиза, активирует и стимулирует продукцию аденокортикотропного гормона, и, что особенно важно, наряду с аденокортикотропного гормона происходит в выделении бутейна-долфиновой, которого в регуляции болевочувствительности хорошо. Известно, что лего-кортикулатные гормонов, которые через лего-кортикулатные рецепторы оказывают влияние на все жизненно важные опиотические функции организма, в том числе вовлекаются и в регуляцию головой чувствительности. На протяжении многих лет в нашей лаборатории мы исследовали роль данной системы в повышении адаптационных возможностей организма. Эти исследования были начать еще Анатолия Качин-Филаретова и получили дальнейшее развитие под руководством Ирона Павла Филаретовой. Мы исследовали роль данной системы в реализации стресс-вознанной англезии. Что это такое? Стресс-вознанной англезии является кратковременной углублительной болевой чувствительности, которая вызывается действием физиологических или психологических стимулов. И самокупность этой стимула присутствует как у человека, так и у животных. Прежде чем перейти к изучению вклада гипоталамо-гипотарной адренокартикальной системы в реализацию англезийского эффекта стресса, мне хотелось бы сказать, что этот финал является очень хорошей иллюстрацией того, что Аргей описал о взаимодействии аферентных систем. Он говорил о том, что аферентные системы взаимодействуют, могут взаимодействовать между собой, они могут конкурировать, они могут тормозить друг друга. Он писал, что, опять цитирую, что раздражение из внешнего мира падает на почву подготовленного всей совокупности раздражений, которые действовали предлительными или которые действуют объединенно с данным раздражителем. И последствием этого является тот факт, что каждое последующее раздражение сталкивается с эффектами, которые уже вызывали предыдущее раздражение. Это имеет непосредственное отношение к действию болевого стимула, которое может как усиливаться, так и ослабляться действиями предыдущих раздражителей. И в конечном итоге эффект болевого стимула определяется всей совокупностью внутренних и внешних действующих условий. И я попытаюсь это потом продемонстрировать в моем докладе. Изучение механизмов стрессовознанной анализии является в центре ромена, в течение многих лет. И связано это прежде всего с тем, что при стрессе происходит активация естественных для организма механизмов и формативной болевой чувствительности. Понимание этих механизмов может лежать в основе разработки инфармакологических способов, которые являются дополнительными методами обезболивания при разных патологических состояниях. И такие исследования уже ведутся. Механизмов таких множество. Они зависят от параметров, от болевого раздражителя, от параметров стрессора. И один из механизмов может быть связан с действием гормонов гипотономы, гипофизарно-адренокортикальной системы, с действием глюкокортикоидных гормонов. И несмотря на то, что это предположение как бы лежит в непонятности, потому что повышение уровня глюкокортикоидных гормонов во время стресса является одной из характеристик стрессорной реакции, эти долгое время не удавалось выявить роль этих механизмов в реализации анальгетического стресса. В реализации анальгетического эффекта стресса. Для того, чтобы проверить это предположение, мы использовали выключение из функционирования данной системы, которая осуществлялась с помощью введения гипотоламус в область над параметикулярным ядром, дексаметазону, который по механизму отрицательной обратной связи вызывал вне тени активности данной системы, что мы видим по уровню кортикостерона, которая сопровождалась устранением анальгезии вызвания стресса. У тех же самых животных через месяц мы наблюдаем естественным образом восстановления активности данной системы, появляется стресс вызвания подъема кортикостерона и восстанавливается стресс вызванная анальгезия, что может свидетельствовать пользу участия данной системы в реализации этих механизмов. Другой подход, который мы использовали, был связан не с выключением, а уже с активацией данной системы. Мы использовали центральное введение кортикостерона, который вызывал активацию данной системы, мы видим повышение уровня кортикостерона, и это увеличение продукции данного гормона сопровождалось повышением порога болевой чувствительности, анальгезическим эффектом. Результаты этого эксперимента демонстрируют нам анальгезический эффект КРФ при использовании другого способа введения периферического. И кроме того, здесь видно, что гормоны всех звеней данной системы также обладают анальгезическими свойствами, и глюкокротикотрубные гормоны, и глюкокротикоидные гормоны, что приводит к предположению, логично предположить, что действие гормонов выше лежащих звеней данной системы может обоследоваться действием гормонов на лежащих звеней данной системы, то есть в конечном итоге глюкокротикоидами. Мы проверили это предположение, и с помощью антагониста данных рецепторов РУ-38486 введение РУ в данных экспериментальных условиях, я так говорю, приводило к тому, по устранению анальгетического действия КРФ. Здесь что свидетельствует о вовлечении механизмов, связанных с глюкокротикоидными рецепторами, с глюкокротикоидными гормонами, с реализацией КРФ вызванной анальгезией и как возможного механизма стрессовызванной анальгезией. Здесь важно отметить, что действие глюкокротикоидных гормонов проявляется независимо от эпилодной системы, о чем свидетельствует отсутствие влияния натриксона антагониста эпилодных рецепторов на КРФ вызванный эффект. Мы видим, здесь эти кривые не отличаются. Как я уже говорила, котик КРФ является не только нейрогормоном, который активирует гормональное невозгипеталам и гиперсоциальные динокортикальные системы. Он также является и нейротранспектором, и действует в нервных путях, и может оказывать влияние на структуры мозга, связанные с торможением болевой чувствительности. Одной из таких ключевых структур, которые передают нисходящие тормозные влияния спинного мозга является центральное серое вещество среднего мозга в области интеграции различных болевых механизмов, как эпилодных, так и не эпилодных. Мы исследовали влияние котик и эпилодных факторов на эту структуру, и оказалось, что введение КРФ в центральное серое вещество вызывает уменьшение болевой чувствительности. Мы видим здесь аналитический эффект, вызванный в его введение в центральное серое вещество. И действия КРФ опоследуются эпилодными рецепторами и КРФ-рецепторами второго типа, которые связываются с торможением болевой чувствительности, о чем свидетельствуют результаты эксперимента с эпилодным антагонистом и антагонистом КРФ-рецепторов второго типа. Здесь мы видим, что в случае введения антагониста происходит либо устранение, либо уменьшение аналитического действия КРФ, свидетельствующее о вовлечении данных рецепторов. Таким образом, мы видим, что наряду с гормональными механизмами увлекаются и нервные механизмы, и нейрогормон может действовать как нейротрансмиттер. И один из механизмов может быть связан с КРФ и глюкокортиковыми системами гипотономики, гипотезарно-адренокортикальной системой. Как я уже говорила, изучение механизмов стрессо-вызванного глюкокортика было очень важно с точки зрения разработки возможных гипотезарно-экологических способов обезболивания, которые бы дополняли терапию боли. И такие исследования имеются. Показано, что, например, одним из факторов, вызывающих уменьшение боли, может быть физическая активность, физические упражнения. И в наших исследованиях и лабораториях мы изучали эффекты бега на разные физиологические параметры, на чувствительность слизистой оболочки к действию уцерогенных стрессоров, и в том числе на болевую чувствительность. И вот здесь на слайде показаны результаты этих исследований. Мы видим, что здесь показано использование различных режимов бегов, различного характера бега, принудительных бег и бег доброломия, которые отражают естественную активность животных. Во всех случаях мы наблюдали увеличение латентного периода, то есть улучшение соматической болевой чувствительности, которая сопровождалась увеличением активности гипоталамогипофизарно-экологической системы. Мы видим подъем в уровне кортикортикостерона. Еще один пример, демонстрирующий важность внешних условий для проявления, для активации механизмов, обеспечивающих уделение болевой чувствительности, было связано с изучением влияния различных условий содержания на соматическую болевую чувствительность крыс. Во время подъема мы столкнулись с негативными последствиями изоляции, которая оказывала негативное влияние на многие физиологические параметры и в том числе усугубляла хронические болевые синдромы. Эти данные позволяют надеяться на то, что изменение условий обогащения среды может быть фактором, позволяющим корректировать эти негативные последствия. И здесь мы видим, что животные, которые содержались в изоляции по одному, они были наиболее чувствительны к боли по сравнению с животными контрольными, которые содержались в стандартных условиях, и животные, которые содержались в обогащенной среде. Здесь показаны какие-то были условия, которые включали в том числе и двигательную активность, и другие стимулы, позволяющие активировать различные афферентные системы. Я опять обращаюсь к тому, что писал Арбели, которые оказали свое благоприятное воздействие. Мы видим, что эти животные проявили наибольшую устойчивость к действию боевого стимула. И, как показали наши дальнейшие исследования, не только наибольшую чувствительность, мы были очень устойчивы к действию других стрессовных параметров. И, наконец, еще один пример, который позволяет проиллюстрировать тот факт, что имеет значение влияние на болевую чувствительность не только внешние условия, но и внутренние состояния организма. Здесь, на слайде, мы видим ситуацию, которая возникает при введении интимитации на циррогенной дозе, которая вызывает поражение слезистой оболочки желудка. Через 4 часа мы видим образование таких эрозий. Но этим ситуациям не исчерпывается. Эти эрозии затем заживают, но патологический процесс перемещается в кишечник, и через 72 часа происходит вот такая совершенно неприятная ситуация. Мы измерили соматическую болевую чувствительность в условиях поражения желудочно-кишечного тракта и обнаружили, что в этом случае происходит укрепление соматической болевой чувствительности. В отличие от тех отраженных изумов, которые писал Арбелий и которым занимался Гет. Можно предположить, что здесь мы как раз имеем ситуацию, которая связана с теми разрушительными двигателями, о которых писал Арбелий, и которые уже оказали негативное свое влияние и действие болевого стимула, оно уже является измерением. То, что это было связано с поражением желудочно-кишечного тракта, доказывают наши исследования, в которых было показано, что устранение этого патологического процесса тем или иным способом, например, введением ампицелина или, например, с помощью действия стрессора, предшествующего введению андомитоцина, который вызывает увеличение уровня кортикостерона, защищающего слизистую оболочку желудка, или, например, с помощью введения кортико-терапинозинга-фактора, который обрадает гастропротективным свойством. Так вот, устранение этого процесса или его уменьшение приводит к нормализации болевой чувствительности. Таким образом, я хочу сказать, что мы продемонстрировали важную роль гормональных механизмов на примере системы, которая имеет ключевое значение для адаптации организма. И истоки этих исследований были еще связаны с исследованиями Альберия, с исследованиями Павлова. Мы продемонстрировали, что гормоны всех зимних могут вызывать энергетический эффект, что на ряду с гоморальными механизмами увлекаются и нервными механизмами. И эти исследования, они могут иметь перспективу и в отношении разработки определенных методов обезболивания. Это, как мы увидим из цитат, которые я приводила, эта проблема очень остро стоит при патологии внутренних органов, для которых боль оказывает разрушительное действие на весь организм в целом. Мне хотелось бы, здесь представлена наша лаборатория, мои коллеги, и мне хотелось бы им выразить искреннюю благодарность за те результаты, которые были получены их усилиями, которые я сегодня демонстрировала. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Наталья Евгеньевична. Очень интересно. Да, вопросы наверняка будут. Наталья Евгеньевича Первый. Большое спасибо за доклад. Очень замечательно и емко. Сразу возникает вопрос, что, соответственно, котикостероид, в общем говоря, действует весьма разнонаправленно. То есть это, конечно, зависит, но я имею в виду разнонаправленно на болевую чувствительность. То есть, наверное, все-таки это зависит от концентрации, от продолжительности действия, то есть от этих, собственно, оптимизированных каких-то условий. Вот что известно все-таки с точки зрения возможности фармакологического применения препаратов, группы кротикоидов и, возможно, кротиколиберина, значит, как более высокого, соответственно, компонента оси, для, собственно говоря, купирования боли, причем вопрос еще какой боли. Это как бы такой первый вопрос. Есть такие исследования. А второй вопрос, так и чисто, наверное, житейский. И все, наверное, знакомы с тем, что когда человек засыпает после физических нагрузок и всего остального, у него обостряются всевозможные боли, там, зубная боли и все остальное. Но вот ваши данные практически полностью это как бы объясняют, как вы можете это прокомментировать, такое чисто жизненное наблюдение. Потому что многие боятся спать, потому что боль действительно начинает обостряться, если она есть. Во время сна? Да. Ну, я бы так не сказала. Мне почему-то кажется, что сон, наоборот, как-то ослабляет многие эффекты. Это когда ты уже заснешь. Да. Все очень индивидуально. Все очень индивидуально. Нет, ну я, честно говоря, не наблюдала, чтобы такое было. А вот по поводу оптимизации ДОС и подожительности. Оптимизация ДОС, да. Значит, это важный вопрос. Прежде всего, конечно, есть такие работы, безусловно, в виде сведения глюкокротикоидных гормонов, с введением кортикотерапин-дизинг-факторов. И есть работы, в которые даже практического применения кортикотерапин-дизинг-фактора. Но они очень многочисленные. И сказать про дозы. Про дозы – это периферическое введение было, внутривенное введение. Ну и, соответственно, были дозы от такого порядка. Про глюкокротикоиды, там все проущения, как, естественно, оказывают противовоспалительные действия. Этот эффект хорошо известен. И они используются главным образом против боли, вызванной воспалением. И все время считалось, что это их основной эффект. Действуют через геномные механизмы. Опять же, это целый большой пласт исследований. Но, должна сказать, что в последнее время эти отношения к роли глюкокротикоида в болевой чувствительности несколько изменилось. Были получены данные, в том числе и наши данные, при использовании тестов, которые не имеют отношения к воспалению. Например, тот же Тайлфликт-тест. И при этом было показано уменьшение чувствительности к боли. То есть, очевидно, они действуют не только на воспалительную боль. Они, наверное, проявляют себя и в отношении острой боли, физиологической боли. Другой вопрос, что нам интересна, конечно, их роль при патологии прежде всего. Но далее такие есть и дозы. Дозы физиологические, то, что мы использовали. Эти дозы, которые, в принципе, мы использовали те дозы, которые вызывают такое увеличение содержания гормонов в крови, которые соответствуют уровню, который мы можем наблюдать при стрессе. То есть, мы стараемся приблизить это к условиям естественным. Очень хотим. Очень, 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 спасибо. Очень хотим. Вопрос по интерназальное ведение. Очень хотим попробовать этот способ. Большое спасибо. Так, Максим Георгиевич, вижу, да, руку. Да, лучше микрофон. Он, по-моему, не включен. Сейчас большое внимание уделяется разным типам молей. Соответственно, я так понял из вашего доклада, что вы использовали латентность измеряли. Так, это что? Это был... Термальная боль, да. То есть, вас интересуют те методы, как они... Какие типы тестов вы проверяли, и насколько можно реализовать ваши заключения в отношении глубокой мышечной боли, режущей боли, боли на горячее, боли на холодное. Мы использовали тесты, которые адресованы прежде всего к физиологической боли. То есть, это боль, которая проявляется в нормальных условиях. В основе лежит обыкновенный спинно-мозговой рефлекс. То есть, попросту говоря, мы готовы для чего-то горяченького, мы отдернули руки. Это нормальные условия. Мы использовали техник теста, о котором я говорила. Это простой спинальный рефлекс, адресованный, который реализуется на уровне спинного мозга. И второй тест, который у меня... Еще один тест, результаты которого я приводила, это традиционный hot plate тест, тест горячей пластины. И здесь уже предполагается, что вовлекаются механизмы не только спинно-мозговые, но и участвуют механизмы, супраспинальные механизмы, которые находятся выше спинального уровня. То есть, по сути, это то, что называется на лабораторном стенке болевое поведение. В этом случае мы регистрируем. И еще один тест был у нас, когда мы использовали электрическое раздражение. Кожей мы регистрировали порог реакции, при котором происходит реакция дергивания хвоста. Как видите, эти все два теста у нас очень похожи. Они отражают, собственно, изменение болевой чувствительности, участие механизмов на уровне спинного мозга. И еще один тест был адресован структурам более высокого порядка. Мы использовали модели, в которых бы была какая-нибудь патология. То есть, что я имею в виду? Есть много исследований, которые посвящены, например, нейропатическим опытом, которые возникают, например, при повреждении нервов, и которые могут иметь подобные эффекты, о которых вы рассказывали. В процессе. В процессе. Я понимаю, о чем вы говорите. Это тест-фрэй, механическое надавливание, если можно так сказать, в процессе. Спасибо, коллеги. Угодно ли еще кому-то задать вопрос Наталье Ильиничне? Спасибо большое, Наталья Ильинична. Очень интересный и познавательный доклад. Продолжение следует. Продолжение следует...